Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Я тоже, я тоже. Мы вас приветствуем. Это комедий-клуб из Москвы на весь мир. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер! Привет, ребята! Здравствуйте! У нас в гостях представитель пресс-службы Роспотребнадзора Анна Брычева и Александр Семенов. Доктор биологических наук, иммунолог, директор Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций федерального бюджета учреждения науки Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Я из всего этого понял, Александр Семенов. Давайте разбираться. Здравствуйте, друзья! Сейчас будем разбираться, кто, зачем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы кто? Мы вектор. Чтобы было понятнее, Александр Семенов – один из создателей вакцины «Эпиваккорона», друзья. Вот какой-то человек. Вот! Ура! Да. Давай скажем честно, что люди-герои. Каждый день сталкиваются с опаснейшими вирусами. Придумывают антивирусы. Поэтому надо было вас посадить поближе к рэперам. Ну да. Давайте так, вопрос сразу. Мы все умрем. Несомненно. У нас следующие гости. Поехали. Давайте. На этом закончили. Спасибо. Не, ну правда, давайте так. Всех интересует, абсолютно всех. Как долго это все будет продолжаться? Когда закончится этот ужас? Это безобразие. Когда мы сможем выйти на улицу нормально? Когда мы снимем маски? Посмотрите, полный зал людей в масках, как неудобно. Когда мы сможем снимать камеди-клаб, наконец. Люди не могут собираться. Отменены все массовые мероприятия. Пустой зал. А вам тоже это кажется, да? Да, тоже это кажется. Нет, ну серьезно. Когда? Расскажите. Серьезно. Ну, сильно-сильно ослабнет к концу года. Закончится в следующем году. Ну, слава богу. Ну, сильно-сильно ослабнет на сколько? Ну, настолько, что вы сможете собираться, снимать камеди-клаб. Ну, слава богу. Ну, слава богу. А в следующем году все совсем не будет? Немножечко оставим. У меня такое ощущение, что я у уролога на приеме. Говорит, ну, сильно-сильно ослабнет к концу года. Да. Ну, а закончится в следующем. А он уже уменьшается у меня с каждым днем. Ну, немножечко останется. Немножечко останется. Немножечко останется. Ну, да. Плюс два, получается, надо пришить. Вы точно как бы с вакциной работаете? Это и с этим тоже. И с этим тоже? Знаменитые уколы тупым предметом? Вот это? Да-да-да. О, смотрит, соглашается. А почему такое название у вас? Эпивак-корона? Как будто, ну, мне две эпивак-короны светлые. Ну, в принципе, так и брендировали, исходя из этого, чтобы люди заходили и говорили, мне две эпивак-короны. На самом деле, это эпитопная вакцина от коронавируса. Это еще одно умное слово просто. Не обращайте внимание. Эпитопная. Давайте так. Ну, максимально просто, но для таких, как я. Из чего сделана ваша вакцина? Звуками, что ли, разговаривать? Максимально просто. Я вам открою секретную. Мне нравится этот человек. Все разговариваем звуками. Я хотел спросить просто. Из чего сделана вакцина? Ну, я имею в виду, есть какое-то хоть одно приемливое название? Там, типа, рябина. Ну, что-то, что... Можжевеловый отвар. На коньяке, да? Рябина. О, это отлично. Я бы принимал каждый день. Нет, вакцина сделана просто из синтезированных кусочков вируса. Так уж совсем просто. Из синтезированных кусочков пробирочки. Синтезировали кусочечки. Куда проще? Нет, вы какой-то светлый человек. Мне кажется, у вас такая лаборатория светлая. Вы такой, синтезируем кусочечки. Давай. А кто это у нас тут синтезирует кусочки? Да, вовляем. А я сейчас синтезирую. А я синтезирую. И такие маленькие гномики. О, хозяин, мы синтезируем кусочечки. Вот она. Шверни нас. Ну, как-то так это и выглядит. Не, ну это круто. Вы действительно очень улыбчивы. Вы сейчас шернулись, да? Ну, что-то из кусочечек было. Реально от вас такое вот свечение, как будто вы что-то нелегальненькое производили. А это радиация. Такой русский брекенбейдик такой. Ля-ля-ля. Мы тут корону делаем и метик варим заодно. Вот как хорошо. А как проходила разработка? То есть вы испытывали же на ком-то это? Или просто, а, нормально пошло? Ой, на ком только не испытывали. Сначала на мышках, хомяках. Хорьках, обезьянках. А то уже и на людях. Получается, все мышки, хомярьки, обезьянки, всем сделали уколы, все выздоровели и все. И дом 2 закрыли. Нет, не все выздоровели. Кого-то приходилось. Вот, вырывается, вырывается дама в красном. Нам нужно было определить, болеют ли привитые хомячки, хорьки, приматы. Или не болеют. Чего посмотрели на меня в этот момент? То есть сначала... То есть он говорит, вам хомяки, приматы. А мы все с вами поняли. Оказалось, что те, кто не были привиты... Кто? ...к сожалению, показали вирусную пневмонию и заболели. Вы знаете, каково это сделать рентген хомяку? Да, понимаете? Пришлось изобрести рентген для хомяка. В установочку делали рентген хомяка. А как сделать рентген хомяка? А вот для этого нужно... Маленький-маленький рентгеновский аппаратик делается. Вернулся! Вернулся! Маленький аппаратик рентгеновский. Ух ты, ух ты, ух ты, кусочечек рентгеника. Хорька чуть побольше. Подождите, а вы прям взяли хорька? А как зафиксировать хомяка, не понимаю? Он же хомяк просто тупой. Он будет вот так вот оставить. Это красная комната на векторе. Красная комната удовольствия. Для этого есть всякие, да, бандажи. Что? Вы бандажируете хомяков? Еще как. То есть хомяк у вас с этой штукой во рту, с хранатой? Да. И сзади какая-то... Нельзя делать привитку, надо его погреть. А-а-а! Погреть, а-а-а! Хомяк с бандажей. Ну, а что вы хотите? Любой нормальный ученый должен быть в чем-то безумен. Почему же делать бандажит хомяка? Вот вы постоянно с какими-то вирусами, ну, находитесь рядом. Ну, вот всем же, наверное, интересно задать вопрос. Какие вот... Есть какие-то супервирусы, которые вы... Что нам угрожает новенького, да? Знаете, сейчас главная проблема — это вовсе не вирусы, а это устойчивость к антибиотикам. Что это значит? Ну, это значит, что если мы бесконтрольно принимаем огромное количество антибиотиков, сами их себе назначаем, сами идем в аптеку, покупаем там без рецепта, то появляются бактерии, на которые известные антибиотики уже не действуют. Ну, например... Вот супергонорея есть, представляете? Супергонорея? Да. Это как будто супермен какой-то. Мы думали, там, может быть, подарить просто... У меня супергонорея. Потому что я не пользовался суперпрезентативом. Что такое супергонорея? Мы даже хотели принести, может, вам подарить... Супергонорея, подарите! Музей комитетик. Подарите! Я что не думал, как его... Я переболел в сентябре, буду говорить честно, откровенно, но трипером. Что делать? Точно прививаться от коронавируса, пока еще к триперу не присоединился пневмонии. Те, кто переболел, им когда надо прививаться? Вот я переболел в сентябре. Когда мне нужно прививаться? Или нужно мне прививаться, или нет? Нет, вам прививаться не нужно. Минимум один год. Через год можно проверить антитела и посмотреть, какой будет уровень их. А как быть человеку, если у него в крови есть антитела, но он сам как бы антителу? Мы ему предложим наш препарат и пивак корона. Вот посмотрите, моя дорогая сестра, я на ней испытывала, собственно говоря. Гарик может выглядеть точно так же. А по ней видно, она единственная, кто приперлась в перьях сегодня. Работает супер. Ты слышал, что сказали, что Гарик может выглядеть точно так же? Да. После прививки, да? Как вас зовут? Я король Гермунгула. Планеты Сибириус. Как вас зовут? Ангелина. Ангелина. Вопрос. Это платье или естественное оперение? Ну расскажите, вы привились, когда вы привились к Эпимакару? Какие были ощущения у вас? Перед своим днем рождения. Вы знаете, а меня моя сестра любит. Это младшая сестра, мы в детстве часто ссорились, спорили. Согласен, конечно. Зачем конкуренция? Пошла вон, молодуха. В два этапа, в три этапа, в шесть этапа, в десять этапов. Вы до сих пор под этапом. Вы на этапе. Где? Что с вами? У меня пока первый этап. Слушайте, я знаю, как мужиков заставить идти прививаться. Вы просто в камеру скажите. Прививайтесь, пожалуйста. Эпимакаруна. Если вы сами не сможете прививаться, я приеду, вас привью. Ребята, кто хочет прививаться, прививайтесь, кто не хочет, не прививайтесь. Но давайте остановим уже эту болезнь, потому что это сумасшедшее какое-то... Послушайте, вам спасибо огромное, что вы занимаетесь этим вопросом. Это самый главный вопрос на данный момент. У нас в гостях создатели нового проекта. Вписка у Маргулиса. Евгений Маргулис и Эстэ. Аплодисменты. Здравствуйте. Хочу сказать, как вы здорово выйдете. Я вас давно не видел живьем. Да, да, да. Ты похудел. Да, Пашка такой же. В общем, здрасте, спасибо, что пригласили. Здрасте, спасибо, что пришли к нам. Вам спасибо, что пришли. Это всегда приятно. Тем более сто лет не виделись и правда. Как вы встретились? Я выступал на квартирнике у Маргулиса. И мы познакомились. И мне рассказываешь, есть такая идея сделать молодежную версию, куда позвать звезд интернета и познакомить Евгения Шулимовича... Пожилое поколение познакомить, да, с молодежной культурой. С такими артистами, как Инстасамка, например. Ты первый, кто назвал ее артистом. У вас в гостях покупали Инстасамка Маньякин, Эрсас... Манекен, это ее друг. Я просто Эрсас, Мэри Гу, Эмси... Эрсак, Мэри Гу. Мы буквально... Слушай, подождите, вы выбираете людей по степени долбанутых синий? Нет, смотри, буквально... Здравствуйте, я Антошка. Нафиг. Я чипик и поруб... Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Ну, смотри, буквально после... Мы отправили Манижу на Евровидение. А, да, у нас Манижа была. А, да? В смысле, вы отправили Манижу на Евровидение? Мы решили сегодня сказать, что мы отправили Манижу на Евровидение. Мы знаем, что у нее хорошее чувство юмора, и она... И она поймет все. И она нас поймет. То есть мы снимали, как это ни странно, в отписке ее. Она не наш формат, потому что она слишком хорошо. У нас же Инстасамка. И кто еще у нас был, я забыл. Манекен. Да, ну у нас... Манекен. Манекенов нет. Да, у нас в основном такая... Тиктокеры вы любили очень, тиктокеры. Тиктокеры, да. Одни упыри. Слушай, я познакомился с тиктокерами. И на их фоне Манижа, конечно, была the best of the best. Сань, ты самый активный рэпер в мире вообще. Кто не знает, СТ проводил 24-часовой марафон по читанию рэпа. Ты писал песни Бузовой. У него своих миллион альбомов. Ты батлился. Ты снимался в кино. Ты озвучивал Ниндзя Черепа. Ты вообще ни от чего не отказываешься в этой жизни? Да? Сань, хочешь сделать прививку? У нас люди есть. Слушай, я... Я просто... Вы отошли, а я видел, как у девушки в какой-то момент глаза так застыли, а потом разъехались в разные стороны. И мне стало страшно на секунду. Возможно, прививка в тебе. Так, а я что подумал? Микрофон-то общий. Это офигенная мысль. В наше время это прекрасная эпитафия. У тебя родилась дочь, ты назвал ее Эстель. Да. Немножко фанатеешь от себя, да? Нет, все гораздо проще было. У меня есть друг Сережа Пицца. Он позвонил мне ночью, ну часов в пять утра. Крой со словами, братан, братан, я понял. Если у тебя будет дочка, Даня, ты просто запомни. Ты Эстель, жена у тебя Ассоль. Вместе Эстель. И вот мы запомнили и так и назвали дочь. У меня есть гениальная идея. Не надо. Ты должен это услышать. Если у тебя будет сын, называй его Эстас. И уезжай в Эстонию. Под эстакаду. Спасибо вам огромное. Аплодисменты вам. Евгений Марголев и Эсте. Аплодисменты нашим гостям. Аплодисменты тем, кто в зале и тем, кто нас смотрит. Это Камер Деква. Поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене «Журав Матуа» Андрей Аверин и Дмитрий Люсёк-Сорокин. Добрый вечер, здравствуйте! Очень рады вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Друзья, существует огромное количество радиостанций. Для богатых людей – радио Монте-Карло. Для таксистов – радио Шансон. Для московских таксистов – радио Монте-Карло. Но нет радио для тех, кого больше всех. Я сейчас говорю о нервных людях, которых всё достало и которых всё раздражает. Специально для них мы придумали нервное радио. Слушаем, слушаем! Слушаем! Вы слушаете нервное радио. Ненавидим тех. Добрый вечер, в эфире «Нервное радио». Вы на волне 98 и идите нахрен ФМ. Это радио для тех, кого достали пробки, постоянная суета. И это скотина на шестом этаже, которая каждое утро играет на скрипке. А у нас песня. Девушки бывают разные, чёрные, белые, красные. Но всем одинаково хочется. Парковаться им захочется. А у нас в гостях сатана, который расскажет о погоде в Москве на следующую неделю. А на следующей неделе в Москве отличная погода. Минус 15, метель и магнитная буря. Не забывайте тёплые вещи и то, что кредит всё равно нужно выплачивать. Музыкальная пауза на «Нервном радио». Воскресенье, утро около восьми. И сегодня мне на работу не идти. Посплю подольше, ведь сегодня выходной. Но только вдруг за стеной. Музыкальная пауза на «Нервном радио». Засуньте метр. Перфоратор свой. Нервное радио. Я больше так не буду. Это была позитивная рубрика «Душим эвакуаторщика». А спонсор сегодняшнего выпуска – «Фисташки Олежка». «Фисташки Олежка», мы не собираемся раскрываться. АПЛОДИСМЕНТЫ Очередной хит на «Нервном радио». Давно зимой пёс гулял твой. У крылечка пришла весна. Я наступил в его колечко. Колечко, колечко, колечко. Кольцо запустил бы тебе им в лицо. Нервное радио. А у нас звонок в студию. На связи Роман, который только что наступил босой ногой на «Лего». Роман. Спасибо, Роман, мы вас услышали. Мы продолжаем. Песня на «Нервном радио». Твоя песенка спета, колонки молчат. Не нажала на тормоз и стоит целым гад-гад. Гад-гад. Стоит целым гад-гад. Гад-гад. Нервное радио. В жопу себе побибикай. А у нас в студии уникальный гость. Это человек, который никого не бесит. Как вы поняли, у нас в студии никого нет. Но есть песня на «Нервном радио». Когда меня не станет, Моя ипотека достанет Моих детей. Потом еще и их детей. А у нас рубрика «Уроки русского языка для доставщиков еды». Улица Ростроповича, 16. Улица Ростроповича, 16. Это была рубрика Уроки русского языка для доставщиков еды Переходим к хит-параду Фраз, после которых хочется дать с ноги Пятое место Ой, мне кто-то звонит Четвертое место О, у нас тысячи дачи не будет Третье место А мы вот только с Мальдив прилетели Второе место Привет, я Ксения Собчак И это мой новый выпуск Первое место Ваш звонок очень важен для нас Пожалуйста, ждите А для тех, кого задолбала Песня с Кибиди группы Литл Бик Звучит песня с Кибиди группы Литл Бик Зачем ты звонишь мне И врешь о том, что ты сотрудник Из банка Что с моей карты сейчас пытались Снять деньги Больше не звони сюда Я тебя найду, козла И когда найду, я тебя Ва-па-па Нервное радио Горите в аду В конце сериала «Ход королевы» главная героиня выигрывает у русского шахматиста. Это была рубрика «Спойлеры» на Нервном радио. А у нас весенний хит. Любите девушки, обычных мальчиков, Ведь всех тиктокеров накажет Бог. А у нас с 20-минутным опозданием рэпер Саша Эсте. Да кто он такой, чтобы так опаздывать? Что, сука, самый востребованный, что ли? Ты чё опаздываешь? Да потому что надо своих гостей встречать! Ваше говнорадио в жопе мира! В каком-то ТЦ, который нахрен никому не нужен! Я сюда еле попал! Четыре лифта! Три охранника меня сюда не пускали! Да ты чё орёшь? Ты себе песню нормальную запрещу! Да ты себе работу нормальную найди! Да пошёл ты! Да пошёл ты! Да пошли вы все! Да иди ты отсюда! Вали! Вали! Это был рэпер Саша Эсте на Нервном радио. А завтра слушайте интервью с пьяным Владимиром Жириновским на тему ЛГБТ. Ну или не слушайте, нам плевать. Это было Нервное радио 98 и идите сами знаете куда FM. Услышимся! На сцене Антон Иванов, Костя Бутусов, Андрей Аверин и Сергей Гореликов. Браво! Здравствуйте! Всем привет! Привет, привет! Ситуация очень простая. В офисе. Дорогие коллеги, я рад вас приветствовать в нашем маленьком скромном офисе по очень важному поводу. Сегодня международный женский день. И я хочу поздравить с 8 марта единственную женщину в нашем маленьком мужском коллективе, коллективе завода металл-бетон-прокат-конструкт, нашу несравненную Наталью Викторовну. Ну что вы, столько внимания. Наталья Викторовна, я убежден, что и главный бухгалтер, и начальник отдела кадров не дадут соврать, что такого сварщика еще поискать. Вы же на своих хрупких плечах просто несете нашу компанию вперед. Или на чем вы там носите свое оборудование, мы не знаем, и так бумажки перекладываем. Еще главное, скромная такая, никогда помощи не попросит. Вот недавно стою, смотрю в окошко, а ее газовым баллоном придавило. Нет, ну я бы, конечно, сразу помог, у меня как на зло принтер завис. Бедный Ярослав Геннадьевич. Ну что ж, мужчины, предлагаю не тянуть и вручить подарок. Итак, Наталья Викторовна, вы очень много работаете, прежде всего нуждаетесь в отдыхе от нас. Поэтому, Сергей Петрович, доставайте. Поэтому вот, смотрите, это путевка в Дубай. И уже в этот понедельник я со своими коллегами туда отправляюсь. А вы, наконец-то, останетесь одна и сможете спокойно работать без нашего надзора. Спасибо вам, мальчишки, вы самые лучшие, правда? Ну что ж, давайте выпьем, берите бокал, выпьем за вас. Не-не-не, ни в коем случае, я не пью, я не пью, нет, я только сок и все, я не пью. Ну, Наталья Викторовна, ну такой повод, ну обижайся. Ну вы что, я спирт вообще не переношу, я же даже во время пандемии санитайзером не пользовалась, три раза переболела. Давайте так договоримся, это приказ руководителя. Да-да-да. Слушаюсь, ну ладно, я вот возьму вот это вот где-то на донышке. Да, берите, конечно. А как брать, я даже как брать-то не знаю, как берут. Ну руками берите. Вот так что ли берут, как так берут? В смысле, не разлейте. Вот так берут, как берут, как держат, даже не знаю, так, как пьют, не знаю. Через рот. Через рот. Мы все разобрались. С праздником, Наталья Викторовна, за вас. С восьмым марта. С восьмым марта, ура, уразником. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что-то, что-то такое прям вкусненькое такое, что-то, что-то прям на губах такое, свеженькое такое. А что, что это такое? Водка. Водка? Вот, девушки, никогда не слышала. А можно еще? Да, конечно, давайте. Ну что ж, выпьем за... Так вкусненько, знаете, как будто в груди, как будто отопление дали. Так вкусненько, приятненько, так, знаете. Здорово. Тепло такое. Наталья Викторовна, вам сегодня столько прекрасных слов сказали, я даже не знаю, что еще добавить. Еще, еще, золотые слова, давайте, еще. Золотые слова, еще. Давайте. Может быть, перейдем к закускам? Мужчина, 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 у меня есть тост. Тост, тост. Тост можно, да. Я хочу тост сказать. Ага. А, значит... Наталья Викторовна, а тост? Ой, забыла. Я такая дурная. Давайте, ладно. Мужики, я хочу выпить за настоящих мужчин. Чтобы у вас все было, а между вами ничего не было. Может быть, по последней, завтра рабочий день. Дорожая день. Подождите, подождите, мужики. И у меня муж очень интересненько так водочку пил. Он вот так вот ставил ее на логоточек. Вот так вот. О! И выпил. Представляете? Ну что ж, с 8 марта по домам... Подождите, подождите, подождите. Я же железнодорожный заканчивал. Знаете, как железнодорожники пьют? Очень интересно пьют железнодорожники. Вот так вот наливаешь. Ту-ту-ту! Поезд Москва триндец отправляется. Первый вагон Второй вагон Третий вагон Вагон-ресторан Наталья Витбер, а может вам уже хватит? Чё ты так на меня смотришь? Я чё-то не поняла Руку дай сюда Зачем? Дай руку сюда, руку дай Чё, брадершафт? Арм-рестлинг на раздевание Ой, победил Долг, да, долг Наталья Витбер, а где ты? Я такая неуклюжая Боже мой, Наталья Витбер У вас дворочный аппарат видно, вы прикроетесь Может вам такси заказать, а? Я уже заказала, трек 0825 Вот и осталось Так, я чё-то не поняла Восьмое марта, а где цветы? Да успокойтесь Ой, розочка, спасибо Ты чё делаешь? Ты что, Ярослав Геннадьевич, вы чё творите? Восьмое марта Вы женщину ударили по голове бутылкой Дорогущего коньяка И он дешманский стоит Испугался просто уже Наталья Викторовна, всё в порядке? Наталья Викторовна Наталья Викторовна, вы ничего? Я не Наталья Викторовна Я муж её покойный Я вселяюсь в неё, когда она в отключке лежит Мужики, не давайте ей пить Ей нельзя пить Она же мне по пьянке руку отрубила Я потом полжизни с локтя вот так вот пил, ребята Пить ей не давайте Иначе в неё ещё кто-то вселится Пить мне не давайте Она просыпается Что происходит вообще? Не понимаю Захмелела что-то, я немножко Наталья Викторовна, с вами всё в порядке Это что, всё я натворила, что ли? Да ничего страшного Мы всё уберём Мальчишки, простите меня Ссадина на голове Надо обработать, конечно Давайте обработаем ссадину Ужас какой Щиплет Щиплет, да Щас я подую Ты водку, что ли, обрабатывал? Ты дебил совсем? Мамочка вернулась С логотка Наталья Викторовна, пошёл Иди сюда Иди сюда Задолбала Ты что сделал, мне опять муж вернулся Борис Николаевич? Да Это я во всём виноват Это я Россию споил Я устал, я ухожу Нихрена себе вечерок И не говори Слушайте, её здесь оставлять одну нельзя Она нам офис разнесёт весь Наталья Викторовна Наталья Викторовна Как самочувствие? Ну так, не очень Честно Да? Мы подумали и решили, что это не нам нужно отдохнуть от вас А вам нужно отдохнуть от нас Правда? Поэтому забирайте путёвку в Дубай Ой, спасибо, мальчик! Хорошего отдыха Отдохните хорошенько Вы самые лучшие Спасибо Мы пойдём Ух Три путёвки И с кем же я поеду? Ну, наверное, как обычно С мужем И Борисом Николаевичем АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На сцене Гарик Карламов и Тимур Батрубинов вместе. И, папа, все так произошло. Здравствуй, мой случайный радиослушатель. На часах 6 часов 66 минут утра у тебя стреляют в ухи, а это значит, у тебя случайно включилось радио Дизлайк-ФМ. И у нас в студии уже третью неделю спит, ест и, к сожалению, поет свои песни Эдуард Суровый. Папа, папа, я хочу сделать сиськи. Ух ты, блин, зачем тебе сиськи? Ну, папа, пап, ну мальчикам нравятся красивые сиськи. Ну ладно, на вот, тебе на сиськи. Папа, пап, я хочу сделать жопу. Слушай, и сисек возьми сделай, дай футбол посмотреть. Ну правда, мальчикам нравятся красивые жопы. Ну ладно, на вот, на вот тебе на жопу. Вот видишь, жена, ты говоришь, что я скотина. А мне ничего не жалко для сына. В мае 2010 года Эдуард дает сольный концерт в парке Сокольники и собирает около полутора тысяч клещей. В январе этого года Эдуард едет в одном купе с геем и уже в первую ночь вакцинируется спутником. А через час спутник вакцинируется Эдуардом. Каждое лето родители отправляли Эдуарда в деревню к бабушке. Сама бабушка на это время уезжала к родителям в город. Я самый модный парень у себя в районе Я на распродаже всегда в Милан летал Я покупал себе там лоферы и худи В аутлето джогеры всегда я покупал А сейчас закрыты нафиг все границы За новинкой моды мне некуда лететь Подсказали парни, в ЦУМе есть новинки Можешь себе в ЦУМе худи посмотреть Худи, худи посмотреть Худи, худи посмотреть Если денег нет, так худи там смотреть Если денег нет, так худи там смотреть Так, успокойтесь, успокойтесь, что вы делаете. Ну что это за судороги? Пожалуйста, сядьте. Просто показалось танцевальной песне. Серьезную песню пою, пожалуйста. В детстве отец Эдуарда очень любил брать его на руки и подбрасывать в чужие семьи. Зимой 2015 года, путешествуя по Брюсселю, любознательный Эдуард примерзает языком к статуе писающего мальчика. Несколько лет назад Эдуард плотно подсаживается на кальян и обжигает себе ягодицы. В этом состоянии он и пишет себе следующую песню. Об упущенных возможностях. Об упущенных возможностях. Я хоряк. Иннокентий. Живу я в говне. Я ем отрубя и отходы. Мою всю семью закололи давно. Жену вот прям к Новому году. Брата сожрали на яблочной спас. А кума сбила машина. Его доедали собаки и я. У нас тут не часто свинина. Пойду прогуляюсь. Минуточка есть. Лисочек вот. Травка. Прелестно. Понюхаю здесь вот. А нет, тут говно. А здесь вот. А тут интересно. Это что? Это что, трюфель, что ли? Ух ты. Трюфель в Рязани, грёбаный кот. Офигеть, боже. Я трюфель нашёл, смотри. Семёныч, иди сюда, чё могу. Я трюфель нашёл. Иди сюда, ты дуроплёв. Мы будем податами. Это тысяча евро минимум. Иди, какой ты нож достал. Чё-то, я не сумасшедший. Трюфель здесь, говорю тебе. Как тебе по-руб, как по-руб, как по-руб. Сука, по-человечески как сказать. Сейчас, хрюфель, хрю, хрюфель. Сейчас, подожди. Эдуард, вы закончили петь? Вот так. Если бы мы понимали свиней, Рязань бы столицей была трюфелей. В 25 лет Эдуард зашивает себе задницу и начинает получать пособие по утрате кормильца. Парадокс. Парадокс. Все говорят, биткоин растёт, биткоин растёт, биткоин растёт. Все говорят, биткоин растёт, биткоин растёт, биткоин растёт. Там говорят, биткоин растёт, тут говорят, биткоин растёт. Все говорят, биткоин растёт. А как же он растёт, если он давным-давно умер? Как? Как? Кто умер? Бетховен? Дуроплёд покупает что-то или нет? Что они не понимают, это же фильм про собаку. В 2020 году Эдуард стирает свою одежду в реке. Позже в экологической катастрофе обвинят Норильский никель. Осенью, в период глубокой депрессии, Эдуард сурово берёт в руки ружьё, вставляет его себе в рот и сосёт. Начальница Я работаю на фирме уже очень много лет, и начальница моя, ну прямо серва. Только вышел покурить, она сразу мне звонит, постоянно, сука, действует на нервы. Только сяду на обед или выйду в туалет, тут же голос мерзкий мне кричит, Тарасов, ты куда опять пошёл? Ты работник или шо? Набрала по объявлению лопотрясов. Ты, Тарасов, не виси, все мне бланки принеси, а ты пищу пососи, седая жаба. Так подумал про себя, Ну а вслух сказал, да-да, принесу все документы и все бланки. Документы принесу, я и бланки принесу, я и бланки принесу, я и бланки принесу все документы. Реклама на Дизлайк.ФМ Проблемы с женщинами Хочешь чувствовать себя настоящим мужчиной Новое средство для мужчин Митяфамин Митяфамин проверен тысячами мужчин В детстве Эдуард Суровый очень любил сидеть на коленях дедушки Потому что целого дедушки у Эдуарда никогда не было Немецкий романс Немецкий романс? Немецкий романс Интересно Я фрау Марта И живу я в Дюссельдорф И познакомились с мужчиной на Бергштрассе Пошли в отель на Риббенплац И там мы пили с вами шнапс И вы засунули мне руку в шлендердассе Я запустила влажный палец вам в Дасклайн А вы ногами мне массировали сибен А я вам делала лилайн А вы мне делали бриблайн И мне по лобу стучали ваши в Ассерлибен Вы мне швайнштайга прямо на лицо А я просила только не в Дэхзайден Я вам шлим флёсом на окне Когда вы предложили мне Дасклайн войден Штупен штабен Дупен сзади Вот после дрюпен Бездыханно я лежу Я вас волю Скажите, кто вы и откуда Забыл я у вас спросить А он в ответ мне говорит Я из России Можем повторить Гости Эдуарда жалуются, что его кот всё время гадит им в обувь Они просто не знают, что у Эдуарда нет никакого кота В 2012 году со словами С презервативом ощущения не те Эдуард набирает в себя воды И бросается с балкона Разбившись в дребезги Он пишет следующую песню Финальная Финальная? А можете воспроизвести Любую мелодию, которая у вас в голове? У вас есть в голове мелодии? Да, есть Воспроизведите Вот, вам Прикольно Вы Моцарт Лучшие губы Продолжайте Девочка нужна А девочка есть какая-нибудь? Вон вы, например, можете Микрофон возьмите Возьмите, возьмите микрофон А можете сверху Вот Смотреть И Давайте Вы знакомы? Просто в унисон Очень хорошо свиста не хватает мужчина вы депутат но вы же умеете свистеть если вы депутат посвистите пожалуйста сверху есть там микрофон давайте сверху очень хорошо как на массажном столе так слушайте меня подождите мне нужны эти цыкуны цыкуны цыкуна есть в зале ребят цыкуны это нужно сварить и очень хорошо прекрасно продолжайте продолжать вы же это лючок сорокин идите сюда возьмите можете подыграть вот здесь давайте давайте продолжаем продолжаем и поехали хорошо замечательно саксофон есть у кого-нибудь ну так да у че ты его принес если нечего больше дуртуя замечательно может еще у кого есть трубы какие нибудь трубы есть трубы давайте склинивайтесь включайтесь там давайте и и замечательно пошло и аккордеон может есть аккордеон у кого аккордеон аккордеон давай вот у нас все есть смотрите замечательно пошло мне бы еще тарелки нужны тарелки о прекрасно и очень хорошо так нужен хор хор нужен хор мы хор вы хор мы хор а вы хор какой хор МВД МВД садитесь так а может быть есть какой-нибудь военный хор военный военный хор отлично так ребят ну давайте сверху и ба-ла-ла-ла-ба-ба отлично и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла хорошо не-не-не арпа не нужна не нужна арпа уходите арпа не нужна так жонглеры жонглеры Давайте какой-нибудь... Жамблёный, давайте, поехали. Жамблёры? Пошло. Не нужна арпа, я вам говорю. Это арпы все. Так, смотрите. Девочки, все девочки. Сейчас все девочки делаем вот следующее, смотрите. Ля-ля-ля. 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 Девочки. Девочки. Так, мужики, лопаем. Пошло. Ладно, давайте вашу арфу фиксель, давайте уже. Продолжаем. И... Девочки. Хорошо. Смотрите. Продолжаем. Как только я опущу руку, я вступлю. Пока играем. Играем. Как только я опущу руку, я... Вы все замолкаем. И я вступаю. Едем дальше. Еще. Еще, 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 еще. Я скоро. Очень скоро. Болчат. Нет. Какая-то. Это был Иван Цуровый. На сегодня это все. Увидимся в следующую пятницу. Это Камеди Класс. Всегда для тебя. Пока. 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 Тем не менее. АПЛОДИСМЕНТЫ КОСОБИТИ구나. Продолжение следует...